РЛС Памир. В 1960 году на одной из вершин Карпатских гор на высоте 1565 метров было построено секретную радиолокационную станцию, которая должна была обеспечить радиолокацию большой территории от турецкого побережья к Балтийскому морю. В 1995 году станция закрылась и сейчас находится в свободном доступе для туристов. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейзер. Я нахожусь сейчас в горах Карпаты, высота 1565 метров. Мы прибыли на станцию Памир. В общем, в советское время, где-то с начала 60-х годов, аж до середины 90-х, была очень-очень жесткая военная радиолокационная станция. Смотрите, ребята, какие вон там шары есть. Но мы к ним подойдем немножечко позже, я вам их позже покажу. Я читал в интернете информацию об этом месте, говорят, что сюда можно заехать только на джипе, на легковой машине вообще никак не получится. Но я вам скажу, лень плюс плохая погода берет вверх. Мы заехали сюда на легковой машине, я потом вам покажу, аж куда мы заехали. В одном из этих куполов мы запарковали свою машину. Начался снег идти, вот реально осталось сколько, 5 или 4 дней до лета и пошел снег. В общем, мы решили немножко поспать в машине. Поспали, но погода лучше не становится. Все в тумане. Начинаем обзор территории. По неподтвержденной информации, здесь, скорее всего, была баня. Здание на данный момент полностью заброшено. Давайте посмотрим. Ну, такие вот комнатушки, нету окон, два таких дядька нарисованных. Один какой-то чувак на меня чем-то похож. Пишите в комменты, похож на меня или не похож. Я еще, кстати, немножко такой заспанный, потому что всю ночь ребята ехали, поспали там где-то полтора часа только что. И как-то такой, знаете, еще не совсем раздуплившийся проснулся. В общем, в этом здании ничего интересного нету. Я думаю, что стоит сразу переходить к самим вот этим шарам. Здесь оборудована такая двухъярусная кровать современного образца. В Советском Союзе, наверное, для солдат такие не строили. Скорее всего, ребята, это приезжают сюда какие-то туристы и здесь остаются ночевать. Вот тоже видно себе спальные места, некоторые люди оборудовали здесь. Хотелось, конечно, ребята, подождать, чтобы туман немножко растянулся, чтобы я вам нормально показал эти шары. Вот, кстати, сейчас такой период, бывает, знаете, их немножко лучше видно, бывает их немножко хуже видно. Вот еще буквально 5 минут назад они были полностью-полностью в тумане. Сейчас я к ним немножечко ближе подойду, еще раз разверну камеру и покажу вам их. Друзья, давно хотел спросить, кто как проводит время на карантине. Вроде как скучно, заняться нечем, время как бы с пользой хорошо было бы проводить, да еще и деньги заканчиваются. В общем, я посидел в интернете, нашел решение всех этих вопросов. Есть такая компания CloudTech. Вы наверняка неоднократно слышали о трейдинге на валютных рынках, но как бы разбираться в этом всем лень, это как-то для многих непонятно и так далее и тому подобное. В общем, есть такая компания CloudTech, программисты которой написали роботов, которые по заранее прописанным в них алгоритмам торгуют автоматически вместо вас. Вам, в принципе, настраивать ничего не надо, достаточно лишь просто пополнить баланс и самое главное запустить роботов. И все, в принципе, дальше роботы уже сами будут торговать. CloudTech действительно молодцы, что предоставляют нам с вами такую возможность. В общем, кому, ребята, интересно, ссылочку ищите в описании и будем зарабатывать с вами вместе. Кстати, ребята, военная база здесь не просто так, потому что здесь буквально, вот там, я не знаю, рукой подать туда, там уже румынская граница. Я бы, конечно, мог подойти к вот этим лошадкам, которые вон там возле колючей проволоки и сказать, что за вот этой колючей проволокой уже Румыния. Но, это еще не Румыния, но большую часть маршрута, когда мы сюда поднимались машиной, мы ехали вдоль забора и там реально уже была румынская граница. Хоть вот так бери, знаете, перелазь колючку и ты уже будешь в Румынии. Ну, конечно же, да, колючка там не такая была, как здесь. Кстати, вот начал ближе подходить к шару и вот опять начало затягивать туманом. Так, мы подходим к еще одному такому зданию. Вон, кстати, уже видно бетонная вот эта перемычка, она немножко так просела. Но я, честно говоря, немного бздюхаю заходить сюда внутрь. Вот, кстати, смотрите, что туристы за собой оставляют. Я, кстати, вот уже здесь второй круг почета делаю на самом деле, потому что мы когда приехали, ну, не хотел сразу снимать, плохая погода. Я так прошелся, все осмотрел и вот этой мусорки, кстати, не видел. Сейчас вот такая мусорка. Так, опять немножко тучки отошли от нас и вот эти купола, либо полусферы, как это правильно сказать, очень хорошо видно. Здесь их пять штук, вот один, два, три, четыре, пять. Если не ошибаюсь, вот этот из них самый большой. Но самое крутое эхо кажется в этом. Кстати, ребята, можете обратить внимание, что он разрисован. Здесь последние несколько лет наши власти увидели какой-то туристический потенциал. И там два или три года, я уже не помню, подряд здесь проходит летом какой-то фестиваль, на который приезжает около тысячи человек. И вот, видимо, к какому-то такому фестивалю кто-то разрисовал эти два шара. Вот этот шар и еще один. Заходим в шар и слушайте, какое здесь эхо. Надеюсь, это эхо в камеру передается. Здесь, кстати, смотрите, кто-то красиво так оборудовал это все дело лавочками. Сюда, кстати, часто привозят туристов. Там с Черновцов, если не ошибаюсь, прямо на джипе они заказывают тур. Едут сюда, их привозят. Видимо, на самом деле, в хорошую погоду, в выходные, особенно дни. Здесь, наверное, много людей, потому что я не знаю, для чего такая длинная-длинная лавочка. Но мы тут уже находимся пару часов. И, в принципе, знаете, ребят, здесь никого по-прежнему нет. Так, давайте сейчас зайдем еще в одно помещение. Это такой типа бомбарь. Ну, может и бомбарь был на самом деле, точно не знаю. Вот такая вот комнатушечка. Раз, два и три. Больше, кстати, похоже на какой-то ангар. Там, скорее всего, наверное, стояла какая-то техника, чтобы ее там с космоса или еще откуда-то не было видно. Потому как, вот, если не ошибаюсь, с Румунией Советский Союз дружил. Но, тем не менее, вот тут все равно возле границы что-то караулил. И там, кстати, были такие случаи, что какого-то разведчика румунского здесь нашли. Он там чуть ли не до 50 километров сюда ушел. Но я, как бы, с этой информацией не очень сильно знаком, поэтому углубляться не буду. Потому как, знаете, бегло, что-то прочитал в интернете. Так, вот еще три купола. Вот этот разрисованный. А вот этот самый большой. Давайте, ребята, подойдем к самому большому куполу. Я вам что-то покажу. Потом мы в самом конце зайдем в него внутрь. Я вам покажу, как мы там запарковали машину свою. Смотрите, есть такая лестница. А вон там очень-очень аварийная гнилая лестница. Деревянный металлический трос. У меня под видео в описании есть ссылка на телеграм-канал. В том телеграм-канале есть видео, где чувак в точно такой одежде, как я, очень похож на меня. Залез туда в туман наверх. Снял это все от первого лица. И, как бы, это видео есть у меня в телеграм-канале. Поэтому, кто хочет посмотреть такое видео, переходите в телегу и смотрите. YouTube, к сожалению, я, ребята, вам такое не могу загрузить. Потому как YouTube стал очень-очень жестким. И на самом деле вводит все больше и больше каких-то ограничений. Кстати, предыдущий мой ролик, очень многие мои знакомые, которые подписаны на мой канал. Много у кого там стоят колокольчики какие-то, чтобы уведомления не пропускали. Говорят, что уведомления вообще не пришли им. Хоть и колокольчик стоит и все такое подобное. Ребят, в общем, большая просьба к вам. Поставьте вот этот гребаный колокольчик, чтобы приходили уведомления. Потому как, ну, я снимаю, а YouTube просто не рассылает уведомления. Мне как-то обидно. Если вы уже когда-то ставили колокольчик, то отожмите его, пожалуйста, и поставьте заново. Вот еще, ребята, разрисована одна такая сфера. Я, кстати, внутрь ее так и не заходил. Вроде всю территорию обошел уже. Кстати, эхо уже не такое лютое. Кстати, видите, форма такая уже идет так. Находил информацию по поводу этого самого высокого круга, что он что-то 50-60 метров. Но на самом деле он мне таким не кажется. Ну, 30-35 метров. Не больше, думаю. А вот эти вообще такие маленькие. На самом деле жалко, что сейчас не очень хорошая погода. Хотя по-своему тоже прикольно, что туман. Особенно, когда ты сверху снимаешь там туман. Ты поворачиваешься. Понимаешь, что ты там на высоте, грубо говоря, если округли там 1600 метров. Над уровнем моря, конечно же. И просто ты по бокам смотришь, везде туман. Это прикольно. Но когда солнечная, яркая погода. Голубое небо там, дучки какие-то. Здесь просто офигенские виды бывают. Жалко, что, конечно, сегодня такая спускуженная погода. Так, ребята, еще одна непроверенная на 100% информация. Есть такой вот бомбарь, смотрите. Кстати, через 5 дней или 4 дня лето. А тут еще гора такая снега. В общем, есть информация, что в этом... Блин, что я упал? Подкользнулся. Что в этом бомбаре пряталась гусеничная, типа переносная, переездная электростанция. То есть в случае там какой-то бомбежки, нападения и так далее, чтобы не оставить всю эту движуху без электричества. Электричества, как понимаете, здесь, наверное, много нужно было. То здесь, чтобы с неба ее не видно было, пряталась эта гусеничная электростанция. Вон люк наружу. Если подняться туда наружу, там видно, что кто-то, видимо, пытался раскопать, разобрать этот бункер. Потому как, понимаете, ребята, металла здесь очень немало. Кстати, дорога сюда просто капец какая ужасная была. Мы еле поднялись. Я представляю, как этот весь металл, там какие-то стройматериалы, бетон, там еще что-то, какие-то плиты. Как это сюда доставляли? Сколько реально на это было потрачено усилий? Сколько человек этим всем занималось? Просто капец. Мы тут сами еле выехали, а тут люди привозили все. Все, вышел опять на улицу. Смотрите, опять все в тумане. Так, идемте на крышу бомбаря. Давай я вам покажу, как там пытались его раскопать. Типа с таких штук. Он сверху накрыт, как понимаете. И железяка нифига не тонкая. И если это все демонтировать, это все очень много будет весить. И на серьезную котлету денег, наверное, потянет. Вот так вот это все дело выглядит, ребята. Явно это так изначально не было. Вот, кстати, люк, в который мы с вами смотрели. Явно это все дело так не было. Видно, что с той стороны раскапывали. Здесь так чуть непонятно. А вон там труба, я думаю, это скорее всего была вентиляция. На самом деле, если бы мне тоже дали добро вывести этот весь металл с бомбаря, то я бы, короче, нашел способ, как это все отсюда спустить безопасно. Но, как бы, понятное дело, что это все нехорошо. Мне, кстати, в этом плане нравится подход к Беларуси. Если не ошибаюсь, там обычным частным лицам нельзя просто так брать и сдавать металлолом. А вот, ребята, моя рабочая лошадка. Смотрите, какая она грязная, пока мы сюда выехали. Это специально у меня для съемок машина, на которой можно большое количество друзей вместить. Потому как зачастую, я думаю, вы там из старых видосов замечали, что на подобные объекты я выезжаю не сам, с друзьями. Там можно с собой вещей взять много, там расход небольшой и так далее и тому подобное. В общем, мы находимся в самом здоровом вот этом куполе. Материал, с которого это все сделано, скорее всего, стекловолокно. Я по нему там ходил сверху. Ну, вроде как стекловолокно, даже становишься, оно не прогибается. Вот тут такая металлическая конструкция. Я так понимаю, это что-то типа такой, какого-то локатора, блин, тарелки. Я просто во всех этих военных технологических штуках вообще не разбираюсь. Короче, какая-то просто антенна в куполе. Кстати, я когда-то был в Берлине на заброшенной военной шпионской базе. Наверное, правильно выводил. Там, короче, тоже был такой шар, но он, кажется, был не такой большой. И он был не со стекловолокна, он был с какой-то специальной ткани. Там, кстати, многие приходили, просто как сувениры отрывали. Здесь же, ну, я не знаю, там сверху, ну, может, кто-то выломал, может, там какой-то град типа был. Ну и, конечно же, вот такая вот конструкция, которая ведет наверх. Там, конечно, вверху полный жестяк, чтобы залезть туда, но будь бы мы немножко раньше во времени, к сожалению, нет машины времени, путешествовать во времени еще нельзя. И YouTube сейчас уже не такой добрый, как раньше был. Я бы, может быть, залез бы как-то туда, но сейчас я не стану этого делать и вам не рекомендую делать. Но вы можете меня в телеге посмотреть, как какой-то сумасшедший чувак, ну, не седой, конечно, а по лестнице там снаружи, залазил туда наверх. Где там делись пацаны, с которыми я приехал? Я им говорил, что сам боюсь ходить, потому как я пока спал. Денис там вслух читал какие-то истории, что здесь когда-то медведь украл корову, разгрыз ее, там, съел, и волки здесь замечались. Ну, в принципе, здесь очень много там рогатого скота всякого, и зачастую, в принципе, никто никого не трогает. И, в общем, животные всякие, вот эти дикие, они зачастую людей не трогают, они просто боятся людей. Вообще, люди для них вонючие, невкусные. Денис, Артем! Они забрали ключи от машины и свалили куда-то. Надеюсь, их не съели волки. Все, только я заканчиваю снимать видео, сразу же становится хорошая погодка. Но, ребята, здесь находиться очень долго времени у нас нету, потому как мы сейчас отправляемся в другой город, на новый объект. Я надеюсь, там все получится. Там, кстати, много охраны, они там даже вооружены, я думаю... Не буду спойлерить, потому что вдруг не получится, чтобы там не было, что вот ты говорил, а не получилось. Поэтому будем молчать. Короче, надо выдвигаться в путь. Хотел поблагодарить своего спонсора, постоянного, украинский такой бренд, милитари шмоток и так далее, тому подобное, там, разную снарягу, бла-бла-бла. Короче, МТАК. Спасибо большое за предоставленные шмотки. Я сегодня полностью одет в таком бренде украинском, как МТАК. Хотели сейчас попить чайку, заварить его в крутой горелке от МТАК, но, к сожалению, я забыл ее дома. Поэтому просто, ребята, спасибо вам большое за то, что предоставили мне шмотки. Кстати, кому нравится что-то из моей снаряги, ссылки на все мои товары от МТАК будут в описании. Все, ребята, сейчас будем уже уезжать обратно. Если вы не поняли, то мы, короче, по жесткому такому бездорожью проехали на вот этой машине, на 14-х, если не ошибаюсь, колесиках с таким маленьким клиренсом. И мечтали навстречу, чтобы нам где-то ехал, либо обогнать какой-то Ниссан Патрол. И мы думали, что если нас Ниссан Патрол увидит, куда мы добрались, то он просто надпись свою, вот эту Патрол оторвет и нам, короче, бросит, скажет, заберите, типа, это ваш. Сейчас поснимаю каких-то пару кадров, как мы спускаться будем. Ну, там есть и спуски, и подъемы. Короче, надеюсь, все хорошо у нас будет. Пожелайте нам удачи, поставьте лайк. Подписывайтесь, ребята, на канал, чтобы не пропустить новые классные ролики. И я думаю, этот ролик тоже заслуживает лайка, потому как мы на этой брычке выдерлись так высоко. Короче, все, ребята, с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч, всем пока. На самом деле, ребята, подниматься сюда было немножко проще, потому как мы поднимались, дождя, снега не было, а сейчас дорогу еще больше размыло. И там есть пару таких реально опасных моментов. Мы даже когда поднимались, там стрёмно было, там просто глина была. А здесь хотя бы, ну, хорошее сцепление с дорогой, потому как все в камнях. А там просто глина, и там спуск с горки будет в повороте, и там такой типа серпантин-обрыв. Короче, не знаю, если смотрите видео, значит, мы живы хотя бы остались. Но я думаю, все четенько будет. Вон, сними, смотри, ручей, просто речка Пьеднамы, как кажуть. Продолжение следует...